Евгений Янович, по поводу Египта мы беседуем, и там же интересная ситуация с Мурси сейчас из братьев и мусульманами складывается. Ну, на самом деле, мы стоим в преддверии вполне возможной гражданской войны в Египте. За то, чтобы Мурси покинул свой пост, собрано 15 миллионов подписей. Это больше, чем он набрал голосов на несколько миллионов. Он уже сегодня выступил и признал ошибки. Много ошибок, длинный список. Это совершенно неважно. Сейчас идут уличные бои в Александре. Вот сейчас это значит, просто сейчас, когда мы говорим. Уличные бои, включая перестрелки, использование холодного оружия, камней, в том числе в Александре и Каире. И не очень понятно, чем всё кончится, потому что армия внезапно выступила с очень жёстким заявлением, что она гражданской войны не допустит. Перестрелки сейчас кого, с кем идут? Население, да. Население. Откуда мы знаем противника в Мурсе и сторонника в Мурсе? То есть до такой степени? Ну как, выступили же в последние несколько дней мощнейшие были демонстрации братьев-мусульман с фетвами, разрешающими убийство врага, то есть противника в Мурсе. Естественно, обвиняющие во всём безбожный Запад, естественно, Израиль, коптов, местных христиан, ну кого ещё во всём обвинять? То есть братья-мусульмане... Началась переброска салафитов туда, на эту территорию. Уже начали работу... Братья-мусульмане вспомнили, что они, вообще-то говоря, всё-таки боевое подразделение, ну как с большевиками. Когда надо политическими методами, когда надо революционными методами, когда надо, так мы и на гражданскую войну пойдём отстаивать власть. И армия, которая заявила, что она этого не допустит, и она не даст возможности братьям-мусульманам воевать со светским населением, впервые выступила, сказав, что она может вернуться в политику и вмешаться в политику. Вообще-то говоря, если в Египте начинается гражданская война, это страшно. Это же узенькая полоска, забитая народом, город, переходящий в город при тяжёлом водоснабжении, при отвратительной системе электроснабжения, при совершенно безобразном снабжении бензином и много чего другого, хлеб с большими перебоями. После Мубарака ведь всё полетело, хрупкие очень были механизмы, которые страну держали. Вот сегодня, если это население внутри этой страны начинает друг друга убивать, а сплошь и рядом, там же через полосицы христианских и мусульманских кварталов, населённых пунктов, где-то сожгут собор, где-то в ответ перережут группу братьев-мусульман, совершенно отдельно мы наблюдаем ситуацию на Синае, городах Суэцкого канала, в общем, мало не покажется. Во всяком случае, во всем этом безобразии начало чего-нибудь напоминающее гражданскую войну может дорого обойтись, а в Египте они были, и мы знаем, чем это кончалось. Поэтому на общем фоне, когда в Катаре вот власть перешла к шейху Тамиму, принцу Тамиму, а в Сирии Асад додавливает свою собственную оппозицию и своих террористов, а в Египте начинается чёрт знает что ещё неизвестно, чем кончится. А в Иране зато новый президент. И поздравим с этим наших иранских коллег, в связи с чем иранский атом имеет все шансы завершиться успешно, атомной бомбой довольно быстро. Вот на всём этом фоне, пожалуй, ни одной хорошей и оптимистичной новости нет. Но за исключением того, что нас в этом регионе нет. И единственное, хорошо бы, если бы все его проблемы в нём и остались.